13.05 в Кирове на 101.фм программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Михаил Шефелёв, секретарь регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», предприниматель, аудитор, наш постоянный спикер. Михаил, добрый день. Добрый день, Юля. Я очень рада тебя видеть в эфире и предлагаю, наверное, продолжить тему дневного разворота. Мои коллеги Светлана Занько говорили сегодня с Олегом Ткачёвым о голосовании на интернет-платформах. В частности, они сравнивали сайт «Ё-Полис», на котором проходило голосование за проект поддержки местных инициатив, и сайт «Вместе Киров», который появился недавно и по которому достигнута договоренность с правительством области о том, что инициатива, набирающая 5000 голосов, в обязательном порядке будет рассмотрена на правительстве. Я знаю, что на «Ё-Полисе» больше не будет проходить голосование за проект поддержки местных инициатив. Да, это одно из новшеств проекта поддержки местных инициатив этого года. На самом деле, ну, должен отметить, наверное, два аспекта, связанные с этим голосованием, да. То есть, во-первых, нужно сказать, что голосование было очень активное. То есть, те проекты городских округов, которые принимали участие в конкурсном отборе, одним из условий набора баллов было как раз голосование на сайте «Ё-Полис». И, соответственно, для того, чтобы проект, ну, скажем так, был более конкурентно способен в рейтинге заявок, да, то есть нужно было набрать как можно больше голосов. Причем там не было привязки, там, этот двор маленький, либо, там, это городской парк, там, ну и так далее. И, видите, получалось так, что, конечно, общегородские проекты, проекты большие, там, например, там, набережная, там, где-то какая-нибудь центральная площадь, там, большая детская площадка в целом микрорайоне, да, они набирали априори больше голосов и, соответственно, получали достаточно весомую баллу. А небольшие сообщества, ТОСы, ТСЖ, домовые территории, да, то есть они набирали, ну, как бы, изначально там были в более неравных таких условиях, что ли, и они набирали чуть меньше, скажем так, голосов, меньше баллов и так далее. Вот, при этом сам балл был очень достаточно серьезным, то есть до 10 баллов было, присваивались, как бы, заявкам победителям. Вот, соответственно, конкурсная комиссия в этом году, подведя итоги, они посмотрели, посчитали, и, собственно говоря, было принято решение в следующем году отказаться от этого голосования, ну, и прийти к более таким приземленным, что ли, показателям, да. А к чему прийти? Пришли к тому, что этот балл был просто перераспределен по другим показателям традиционным, ну, которые, так или иначе, там, традиционно сложились в оценке инициативности, скажем так, да, то есть там есть критерии, связанные с вовлеченностью жителей в принятие решения о том, что будем делать, да, то есть принятие, то есть вопросы связанные с, как бы, качеством подготовки заявки, то есть, как она там, насколько актуальна заявка, насколько важна, серьезная проблема. Вопросы связанные с офинансированием, то есть, каков там вклад населения, вклад спонсоров, вклад администрации, муниципального образования. Вот это было просто перераспределённо. Каждый год происходит определённое изменение в этих оценках, да, то есть есть стремление к справедливости. Вот в связи с этим произошла отмена голосования на сайте Евполит. Ну и должен сказать, что, конечно, в большинстве случаев при проведении собрания в этом году, ну, жители, скажем так, были рады. То есть они говорили там, типа, слава Богу, просто потому что, понимаете, на собраниях у нас участвуют люди, ну, скажем так, более старшего поколения, да, то есть вовлечённость и неравнодушность, она, к сожалению, с возрастом, она увеличивается. То есть должен сказать, что... Почему, к сожалению? Ну, к сожалению, молодёжь не так активно вовлечена в процессы, то есть не так активно вовлечена в процессы. А, ну, хорошо. И то есть всем этим пенсионерам нужно было объяснять, как голосовать на её полюсе? Да. То есть вопросы вот чисто технические о том, что им нужно зарегистрироваться на сайте, прийти, проголосовать, сделать там определённое действие, они требовали, ну, определённых, как бы, скажем так, определённой организации. То есть либо в библиотеках создавали какие-то там места для голосования, либо, ну, в каких-то административных местах. То есть люди могли прийти, конечно, и проголосовать. То есть для них это было, ну, такое тоже своеобразное... Как правильно назвать-то? Это действие, да? То есть это, ну, целая такая жизнь, что ли, поход, то есть, ну, мероприятие. Для них, для, особенно, жителей более старшего возраста, там, пенсионеров, ветеранов, для них, конечно, это тоже своего рода такой ответственный шаг, такой очень важный, интересный, и, в общем-то, событие в своей жизни. Вот, они ходили, голосовали, но всё вместе это приводило к некоторому такому, знаете, не просто такому спокойному, размеренному голосованию. Вот я заинтересован, я и сделал. А приводило к, ну, к некой состязательности, да, то есть к некоему такому, вот, давай, вот, я тебя встретил, там, проголосуй вот за мой проект, там, ещё там кого-нибудь. Вовлёк, там, вот, давай, зарегистрироваться, проголосуем. И, ну, не всегда, что ли, вот это вот голосование отвечало требованиям некоего качества и справедливости с точки зрения именно инициативности, вот, ну, в самом процессе подготовки, реализации заявки. Поэтому оно было отменено. Но, должен сказать, что, например, в городе Слободском, когда проводил собрание, там, вот, как раз этот элемент, что, вот, пожилые люди, они ходят, голосуют, интересуются. Для них это, ну, такое, скажем, время, когда, там, моя заявка выиграла или не выиграла, там, а как вот наши соседи, как у них, там, дела происходят. И, на самом деле, они сейчас вот решают вопрос, каким образом они, ну, продолжат, что ли, это уже не в состязательном, как бы, что ли, характере, а для своего внутреннего, скажем, такого понимания того, что какой там проект будет. То есть они уже между собой будут договариваться, да, и без этой интернет-площадки, какой проект будет поддерживать. Да, да, то есть для администрации очень важно знать, то есть как люди реагируют, ну, и каким образом. И для самих жителей уже сложилось так, что важно, вот, ну, вот, там, наш проект где-то, собственно говоря, вот, отмечаем, вот, я за него проголосовал. Вот этот психологический момент, то, что я получаю... Сопричастность. Да, да, сопричастность к выбору, сопричастность к реализации, сопричастность к тому, что наш проект становится первым, более конкурентоспособным, он очень такой хороший, позитивный, скажем так. А как ты считаешь то, что не будет больше голосования на Ю-Полисе, как это скажется на реализации проекта поддержки местных лиц? На самом деле, никак не скажется. То есть он уже живет сам по себе. Нет, Ю-Полис не являлся... Нет, я имею в виду проект, проект, не Ю-Полис. То есть другой проект, они, видите, были соединены, и я так подозревал, что это было все равно временно договоренно. То есть участник Кировской области в этом проекте, оно позволило Ю-Полису достаточно серьезно вырасти, потому что количество зарегистрированных пользователей, количество некой такой динамики, да, интернет-вовлеченности, то есть оно, конечно, сайт подняло очень здорово, потому что у нас тут зарегистрированные пользователи, я не буду врать, но это тысяча человек. Это десятки тысяч человек. А с точки зрения проекта поддержки местных инициатив, это все-таки проект более такой, скажем, очный. То есть он заставляет работать, ну, скажем так, глаза в глаза, то есть на собраниях ли, на предварительных ли мероприятиях. То есть ты должен объяснить человеку, и человек должен объяснить и высказать свое мнение относительно того, а что мы будем делать, а как это можно делать, а сколько это стоит. И этот вот диалог, он невозможен, как бы, качественно провести в виртуальных сетях, потому что нужно обладать там и знаниями, и техническими, и там правовыми, и экономическими, ну, там куча элементов. Хорошо, ну вот смотри, а сайт вместе Киров, да, набрал пять тысяч голосов за инициативу, ее рассмотрели на заседании правительства. Вот существование этой договоренности, это успех, это хорошо? Ну, я думаю, что это в любом случае шаг вперед. То есть это инструмент, опять же, для гражданского общества, который, ну, с точки зрения обещания, публичного обещания, должен быть реализован в случае, если, там, определенно пять тысяч, по-моему, да? Пять тысяч. Пять тысяч голосов будет, собственно говоря, в пользу того или иного проекта проголосован. А есть экспертное мнение, что пять тысяч голосов в Кировской области не собрать? Ну, значит, у нас нет таких проблем, значит, у нас нет таких инициатив. То есть у нас все хорошо? Значит так, потому что, извините, тот же ее полис показал, что не просто зарегистрироваться, надо было, там, ввести, там, фамилию, имя, отчество, там, регион, где ты проживаешь, в котором ты будешь, ну, или, там, город, собственно, да, отдать свой телефон, получить смс-ку, ввести. И мы получили десятки тысяч, собственно говоря, зарегистрированных пользователей. Я подозреваю, что в случае с проектом поддержки местных инициатив, что было хорошо, мы голосуем и четко понимаем, что было в результате. Вот здесь найти инициативу и четкое понимание того, что мы получим в результате, они, к сожалению, очень-таки размытые, непрозрачные. Ну, то есть, чтобы мне зарегистрироваться, вот, надо было пример, да, на нашем сайте мы размещали информацию как раз Олега Ткачева о том, что вот есть такая инициатива. Мы ее подробно описали, Олег, собственно говоря, там, пояснил очень многие вещи. И, собственно, в конце была ссылка о том, что вот можно пройти и проголосовать. Саму статью прочитало, там, ну, сотни человек, там, да, с точки зрения того, чтобы перейти на сайт, зарегистрироваться и проголосовать, там, ну, единицы были абсолютно. Это о чем говорит? Это говорит о том, что при прочтении, то есть, у меня возникает ощущение, что да, я могу зайти, могу проголосовать, но что будет в результате? То есть, вот с точки зрения, как бы, вот, самой инициативы, возможно, она, ну, может быть, как ты правильно сказал, там, не до конца актуальна. То есть, нет проблем. А когда ты ездил с разъяснительной работой по проекту поддержки местных инициатив, тебе, там, приходилось людям объяснять, что такое Юполис, как там нужно голосовать, зачем им это надо, там, убеждать, уговаривать, как это происходило? Нет, 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 это вот там, там ничего такого нет, там просто есть очень простые вещи. Представь, ты живешь в деревне, у тебя нет дороги. Хорошо, я живу в деревне, у меня нет дороги. Нет, я реально живу в деревне, у меня реально нет дороги. Нет, я пример привел, потому что я знаю. Соответственно, эту дорогу можно и сделать. Для того, чтобы ее сделать, необходимо, чтобы вся деревня собралась и сказала, да, мы хотим эту дорогу. Просто собралась и сказала. То есть, еще не надо никаких денег, никаких смет, никаких там, просто собраться и сказать. Ты подозреваешь, что это трудно? Да. То есть, это не просто трудно, это должен появиться, как минимум, человек или группа лиц, которые обойдут всех и каждого, со всеми переговорят. Назначат время собрания, переговорят, там, вовлекут в этот процесс главу поселения. Там, соответственно, в ходе этих переговоров будет найдено определенное техническое решение. То есть, каким образом ее делать. Делать ли там подушку под дорогу, там, да, там, в щебне ее делать, оканавливание делать или не делать. Нужно ли трубу где-то положить. Это все процесс очень достаточно такой серьезный. Так вот, на моменте просто собраться, отсекаться, 90, наверное, процентов тех, кто вот просто говорит. Желающих. Ну, не желающих. А тех, кто не может собраться, есть подавляющее большинство. Те, кто может собраться, те, где появился человек неравнодушный, который способен объединить это, ну, скажем так, это деревня, да, там это происходит. И когда мы уже прошли этот путь, там, выбрали проект, есть метод, подготовлена документация вся, то голосование начиналось только после этого. То есть, представь, у тебя такая работа проведена, и сейчас у нас стоит последний этап. Если мы хорошо проголосуем, у нас будет больше шансов выиграть. Естественно, там, процесс проголосования происходил очень, ну, такой, просто. Нужно всех обойти, всем сказать, всех проконтролировать, собственно, все проголосовали, дальше мы ждем результата. Вот примерно такой. Причем, там конкурс, мы понимаем, что в любом конкурсе денег на всех не хватает. И, соответственно, здесь подстегивает наши желания, чтобы каждую, там, распутить, на ней идти, погрели. То есть, у нас, собственно, подстегивает это, чтобы решить вот этот вопрос. И мы точно знаем, после нашего голосования может быть вот такой результат. После нашего собрания может быть такой результат. Здесь, к сожалению, вот в этих инициативах, которые сейчас поступают, вот голосование и результат... На сайт вместе Киров давай уточним, да? Ну, пусть, да, сайт вместе Киров, он появился после последнего форума гражданства, да? То есть, вот это вот. Она, на мой взгляд, очень хорошая инициатива, но нужно время, чтобы она заработала. На самом деле, ведь есть, но там, там, инициативы на уровне Российской Федерации, там, со 100 тысячами подписей. Ну, ты говоришь про российскую общественную инициативу. Да, 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 общественную. Но я, к сожалению, я знаю, были инициативы, которые набрали 100 тысяч голосов, но я по ним решения не увидел никакого. Понимаешь? И тут то же самое. То есть, мы наберём 5 тысяч голосов, то есть, поднимем всех, допустим, мы с тобой очень хотим, чтобы эта инициатива прошла. Поднимем, там, СМИ, поднимем людей, там, скажем, убедим, они зарегистрируются, проголосуют. Но вот что будет потом? Вот мы можем очень такую разумную инициативу... Потом нам скажут, это нецелесообразно, это не входит, там, в бюджет этого года, давайте подождём год. Или ещё какие-то вещи, понимаешь? То есть, вот эта вот несопоставимость, она, может быть, и пугает, ну, как раз в том, что приводит к этой нереализованности. Ну, я думаю, что время пройдёт, появится инициатива, появится возможность, ну, и таким образом это будет протестировано. Ну, слушай, а может быть вопрос в том, что, как любой продукт, этот портал надо продвигать. То есть, помнишь, какой активный промоушен был у Йополиса, да, когда показали об этом по всем каналам, всем рассказали, и большинство людей хотя бы где-то как-то слышали? Ну, несомненно. То есть, это, несомненно, нужно, но всё равно в основе своей, в основе будет лежать та прямая польза, та прямое благо, которое будет получено обществом. Вот если это прямое благо будет чётко следовать из голосований, не вопрос, он всё заработает. Ну, хорошо, ладно, поняла тебя. Давай про внутренний туризм с тобой поговорим. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёва. Вот на неделе прошли презентационные туры для турагентств соседних регионов. Их привозили в Кировскую область. Этому предшествовало подписание соглашения с достаточно крупным российским туроператором West Travel. Вот гостям из других регионов показали музей Дымковской игрушки, музей крестьянства. Они посетили храмовый комплекс села Великорецкого, заповедник сказок, динопарк в Котельниче. Вот как ты думаешь, после этого поедет к нам российский турист? Ну, Юля, если ожидать, вот именно такое соотношение, вот приехали люди, увидели, ах, поехали. Нет, ну подожди, я имею в виду, что там подписано официальное соглашение. Это достаточно редкий случай подписания соглашения между регионом и туроператором. То есть туроператор говорит, да, нам интересно. У этого туроператора есть сотни представительств по всей стране, с которыми он работает. Туроператор на самом деле очень известный, достаточно серьезный, зарекомендовавший себя. Причем именно на турах, не связанных как-то с южным направлением, скажем, да, больше-таки северная автобусная тура, маршруты. Но я бы, вот я честно очень противоречивую отношусь к этому вопросу. К вопросу внутреннего туризма. Вопросу соотношения усилий, прилагаемых правительством Кировской области, ну, в лице различных департаментов, да, и соотношением того результата, который будет достигнут. И вообще, пониманием того результата, который мы хотим достигнуть. То есть, вот что, вот какие такие качественные или количественные показатели должны быть достигнуты для того, чтобы признать работу в сфере развития внутреннего туризма Кировской области успешным. Вот, честно говоря... Ну, турпоток, наверное. Ну, наверное. Понимаешь, мы твои два достаточно образованных, неглупых человека, будем сейчас гадать, что хочет у нас правительство. Нет, на самом деле, понятно, что если там просто в лоб просить, скажут, ну, конечно, это поступление в бюджет, это количество денег, которое будет привезено на территорию и оставлено, то есть, естественно, что это увеличение некоего внутреннего продукта именно нашей области. Вот, но, понимаешь, я совсем не уверен в том, что, занимаясь пиаром территории, скажем так, да, то есть, продвижением конкретных, может быть, объектов, там, туристических, на самом верхнем уровне, то есть, по сути, ведь получается так, что у нас правительство входит в некую бизнес-продвижение, конкретных бизнес-продуктов. Согласись. То есть, и вот эта вот поддержка в таком формате, я не уверен, что она, ну, скажем, тот институциональный подход, который должен демонстрироваться именно государственными органами власти. Хорошо, Миша, в каком формате надо поддерживать? Давай тогда перефорим. Я ожидал этого вопроса, конечно, после моих слов. Но, на мой взгляд, поддержка не должна быть просто, ну, скажем, такая рублевая. Вот зачем, скажи, туроператору, который на сегодняшний день, по сути, переориентировался на внутренний рынок, ожидая всплеска внутреннего, скажем так, туризма, а он причем объективно ожидаем, правильно, да, то есть в связи со всеми, там, внешним и происходящим фактором. Мы об этом поговорим еще, да. Вот. Он объективно ожидаем, то есть есть оператор, который, собственно говоря, решил, что он будет возить... Развивать внутренний туризм, да, и возить туристов по рекламу. Вот смотри, давай поставим на место руководителей этого, в общем-то, коммерческой структуры, глубоко коммерческой структуры. Им, они подписали соглашение с Кировской областью. Для них это пиар. То есть, несомненно, мы вас возим в Кировскую область, у нас есть определенные гарантии, потому что мы единственное, что подпишали соглашение с Кировской областью. Другие тубероператоры, естественно, в этом положении несколько проиграют. Ну да, проигрывают они априори. Это рад. Второй момент. Для них, в первую очередь, необходимы, ну, простые вещи, собственно говоря. Каких гостиницах можно разместить людей? То есть, какие дороги, какого качества, чтобы мы привезли сюда людей, чтобы они чувствовали себя комфортно. Как мы можем привезти, то есть, самолет, поезд, там, дорога. Дальше. Собственно говоря, что именно мы можем посмотреть, да? То есть, это вот, вот это было сделано. Что именно мы можем посмотреть? Затем, с точки зрения экскурсий, с точки зрения гидов и прочих, у меня есть ощущение, что это, получается, вот эти гиды, вот эта вот вся инфраструктура, которая связана с сувенирами и так далее, она находится на содержании правительства нашего, что ли? То есть, ну, а как? То есть, если бы я был в такой структуре, я бы приехал и все посмотрел. То есть, приехал на разведку, посмотрел бы в интернете данные тех, кто, собственно говоря, что... У нас есть куча, там, интерактивных вещей, связанных с теми, там, какие у нас объекты есть, да? То есть, есть целые сайты, которые разрабатывают за бюджетные деньги, где, там, можно все увидеть и посмотреть. Я бы приехал, разведывал, переговорил со всеми руководителями, исходя из своей, там, географической, ну, там, коммерческой и прочей стратегии, я бы понял, куда можно везти, куда нельзя. Получил бы гарантии от правительства Кировской области мне зачем. То есть, ты имеешь в виду, что в этом всем процессе подписывать соглашение с правительством вообще не обязательно? Я текста не увидел. Я не представляю, что в нем может быть написано такого, чтобы несло прямое благо, там, грубо говоря, туризму Кировской области. Не, ну, хорошо, Миша, а как надо поддерживать? Давай вернемся к этому вопросу. Как надо? Естественно, нужно поддерживать наших участников различных конкурсов премий. Да, то есть, есть сейчас на, ну, много премий в рамках, то есть, точки зрения событийного туризма. Да, то есть, есть множество очень значимых и важных мероприятий, где можно презентовать наши, скажем так, направления. И в этом плане поддержка их тоже осуществляет. То есть, наши компании участвуют в выставочной, ярмарочной деятельности, причем, там, субсидированием стало, там, ну, прочих вещей. Вот. Здесь, опять же, момент, он связан с тем, что мы что, хотим деньгами дать какому-то туроператору или каким-то перевозчикам субсидировать их расходы на то, чтобы они приехали и к нам привезли? Ну, тогда, понимаешь, когда деньги даются в субсидировании каких-либо, ну, направлений, то, мне кажется, это, ну, заведомо проигрышная ситуация с точки зрения нормальной коммерции. Нет, подожди, кто кого субсидирует? Привезли, показали. Представители агентств привезли, показали. Что написано в соглашении, я имею в виду. То есть, я не знаю, что написано в соглашении. В соглашении, возможно, написано о том, что будут какие-то вещи субсидироваться. Нам же выделяют средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Здесь тоже эти же вещи могут там направляться. Я вот, я объясню, почему. То есть, в принципе, подход, в общем-то, достаточно понятный. Привезли, показали, устроили достаточно серьезное мероприятие. Люди посмотрели. Все это централизовано, скажем так, организовано. Ну, и, собственно, потратили немного бюджетных денег. Ну, собственно, ничего плохого в этом нет. То есть, если будут достигаться определенные результаты. Вот сомнения в этих результатах у меня есть очень большие. То есть, какие результаты мы хотим достигнуть для того, чтобы считать успешным или неуспешным развитие этого направления. Вот я, наверное, на этом и поставил точку, потому что, ну, не уверен я, что правильно, когда государство поддерживает бизнес. Причем деньгами. Вот в этом я очень не уверен. Ну, Миш, у меня есть еще вопрос от блогера Романа Орловских. Вопрос про Египет. Уж, коль скоро у нас эта ситуация сейчас актуальна. Повлияет ли запрет полетов в Египет лично на твои отпускные планы и куда ты сам ездишь отдыхать? Ты так тяжело вздыхаешь, как человек, который уже купил тур в Египет, оплатил его. Нет, как раз человек, который услышал всего словосочетания, включил от слова отпуск. То есть, очень хотелось бы в отпуск. Ну, на самом деле, я не планировал в этом году, то есть, у меня так жизнь достаточно упорядочная. Соответственно, я не планировал в этом году ехать отдыхать на юг, то есть, ни в какую форму, там, ни в Крым, ни в Сочи, ни в Египет. Нет, ну, когда-то ты все равно поедешь. Ну, когда-то я поеду. И в этом плане меня, скорее всего, конечно, этот запрет, он так или иначе... Ограничивает? Не совсем. Он нанес мне, грубо говоря, знание о том, что теперь при планировании отпуска я должен учитывать еще множество различных факторов. Ну, как то. Выступление форс-мажором связано с тем, что будут ограничены полеты. Причем не только в страну Египет. То есть, сейчас могут быть ограничены полеты, например, в Турцию. Например, там, еще в какие-то страны. То есть, это прецедент. Один человек, я не помню, как его зовут, на семинаре я был. Он очень убедительно доказывал о том, что... Вот сама пропаганда, например, не работает. Но все, что связано с тем, что находится вокруг пропаганды, оно очень серьезно влияет на поведение человека. Так вот, ограничение запретов на полет, оно влияет на мое поведение. То есть, это факт. То есть, я уж не буду говорить о том, что у меня супруга, она как бы боится летать, да, и эти все моменты, они не способствуют... Нет, слушай, вообще запрет полетов влияет на поведение, извините меня, всех жителей России. Всех жителей России. Я про это и говорю. Поэтому он на меня, как и на всех жителей России, влияет. В предыдущем моменте мы с тобой разговаривали о внутреннем туризме. Однозначно он будет развиваться. Причем, мой опыт там последних отпусков, да, свидетельствует о том, что, к сожалению, в России еще не настолько развито транспортное сообщение, ну, качественное транспортное сообщение, и железные дороги, и электрички, и самолеты, чтобы, ну, быть уверенным в том, что ты из пункта А в пункт Б доедешь там вовремя, там, без приключений, ну, и так далее. Соответственно, конечно, я склоняюсь, например, на сегодняшний день к тому, чтобы путешествовать на автомобиле. То есть, то, что зависит от меня, при мне, ну, собственно говоря... Ну, получается, по своей стране. Да. Ну, в принципе, возможно, Европа, да, но это так, как я привык отдыхать, с семьей, да, это достаточно далеко, долго, детьми, ну, достаточно хлопотно. Вот. Поэтому это, конечно, внутренний туризм, в первую очередь. И в этом году, кстати, я ездил, уж если про это говорить, то есть это как раз, вот, ну, кольцо нарисовал себе и съездил ко всем знакомым. Которому Нижний, Иваново, ну, опять же, внутренний туризм. Я предлагаю сейчас, Миша, на этом прерваться, потому что у нас реклама. Я напомню это особое мнение Михаила Шевелева, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», аудитора, предпринимателя, журналиста. Очень скоро мы вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Михаила Шевелева, секретаря регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Меня зовут Юлия Афанасьева. Давай, Миша, продолжим с тобой про Египет. Разные федеральные информагентства пишут о том, что примерно 100 тысяч человек, жителей России, уже забронировали, оплатили путевки в Египет, и, соответственно, сейчас им нужно будет как-то возвращать деньги за эти туры. Причем там уже спорит Роспотребнадзор с Ростуризмом. Один говорит, что вы имеете право вернуть Ростуризм, говорит, что нет, это форс-мажор, мы не вернем. Но суть в том, что все эти споры будут решаться в судах, а не на интернет-порталах. Но как ты считаешь, как это отразится история на российском бизнесе и на российских гражданах? Ну, самый главный момент, который я здесь вижу, это все-таки произойдет очередная тестовая система нашей судебной системы. Ну, тестирование нашей судебной системы. Да, потому что мы уже множество раз говорили о том, что нам необходима независимая судебная система, о том, что только судебная система независимая может помочь построить по-настоящему правовое государство. Я думаю, что это мало кого успокоит. Нет, ну, здесь как раз мы с тобой можем говорить про то, что существует два варианта развития событий. То есть первое, это так называемый, как бы, скажем так, социальный подход, да? То есть когда сверху будет сказано о том, что люди не должны пострадать, да? И, соответственно, начнется, ну, грубо говоря, цепочка действий, которая должна привести к тому, что люди должны получить. Наверное, не все. То есть в этой цепочке должны будут получить и перевозчики, то есть и авиакомпании, и, собственно говоря, там, туроператоры, потому что в противном случае мы закрываем туростровы, ну, достаточно серьезно, потому что на сегодняшний день и так убытки достаточно серьезно у нас связаны с теми, кто туризмом занимается, да? То есть и турагентство, и туроператоры, собственно, все в таком не очень хорошем положении, то есть в общем-то с объективными моментами, связанными с кризисом. Ну, там, с ростом курса, связанными с, ну, многими другими моментами. Второй момент – это то, что все-таки будет, ну, сказано о том, что, ну, это форс-мажор, то есть, да, и, соответственно, там, какие-то деньги получают, ну, то есть процедура какая, то есть мы должны компенсировать расходы. Кто застраховал, не вылез, собственно говоря, там, там, на следующем пути, молодец, ну, и будет продемонстрировано то, что каждый сам за себя. То есть каждый должен планировать свои отпуски, думать о том, что как это будет, собственно, ну, как в нормальной, собственно говоря, рыночной экономике. То есть все бывает. А у тебя нет ощущения, что нас со всех сторон подталкивают к тому, чтобы мы просто никуда за границу не ездили, отдыхали на курортах Краснодарского края и в Крыму? Ну, вот так, скажем, сначала всем рекомендовали ввести обратно деньги, да, из-за шоров. А потом говорили все, что Путин предупредил заранее, вывезите деньги из офшоров. Ну, честно говоря, такого ощущения у меня нет. То есть оно, на самом деле, я сказал о том, что существует формирование поведения. Оно объективно такое. То есть если мы сказали, там, создали, там, раз, два, три, четыре действия, да, то есть, и, ну, объективно, на сегодняшний день, там, ну, я не могу себе позволить, скажем так, слетать, там, в Испанию, там, всей семьей, там, сходить в Диснейленд, там, погулять, там, и так далее. Ну, просто потому что там это и курт доллара связан, это, наверное, перелет, там, в последнюю очередь. Но в целом все вместе, конечно, у меня, в точке зрения, там, бюджета, наличие ипотеки возможной, там, и так далее, то есть автоматически влечет, ну, влечет пересмотр позиций, связанных там. Причем тут же ведь у нас есть перелеты в Крым, да, очень недорогие, вполне такие достаточно доступные, причем людям, ну, самым высоким достатком. То есть ты считаешь, что россияне сложат 2,2 и полетят в Сочи? Ну, многие сложат 2,2. То есть и даже не в силу того, что сложат 2,2, они просто, понимаешь, все занимаются своим бюджетом, химейным, личным и прочим. То есть, и если в нем нет ничего, то ты хоть чего складывай, то, в принципе, вот это более важный момент, нежели вот, ну, то, что связано там с трагедией, трагедией, которая произошла, например, в Египте. Давай, Миша, еще про пенсии с тобой поговорим. Вот, уважаемый премьер-министр Дмитрий Медведев у нас предложил отменить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Мол, государство на этом сэкономит 100 миллиардов в год. Это справедливое решение, справедливый ход по своему мнению? Ну, вот я бы, Юля, хотел исключить из нашего разговора слово справедливое, потому что, ну, в рамках масштаба управления государством, в рамках масштаба, это и выглядит несправедливо, и, ну, собственно говоря, не соответствует тем декларируемым намерениям, которые правительство ранее там озвучивало, да, то есть там в указах, в различных, там, предвыборных каких-то обещаниях, там, в декларациях, там, в партии нашей правящей, вот. Но слово справедливость, оно такое, достаточно эмоциональное. Хорошо, какое слово подойдёт, какой термин? Мне кажется, что вообще отношение к пенсии, отношение к тому, как эти решения принимаются и доводятся до россиян, до народа, да, это просто непорядочно. Ну, сначала у нас как бы заморозили, да, там, одну из составляющих... Накопительную часть пенсии. Там, да, то есть заморозили на год, потом всё вернём. Потом заморозили на два. Потом стали говорить о том, что, вы знаете, процедуры, возвращения нету, поэтому извините, то есть заморозили, заморозили. Но я думаю, что все ещё вначале поняли, что никому ничего не вернут. Поехали дальше. То есть дальше сказали о том, что, ну, в апреле, по-моему, Дмитрий Анатольевич говорил о том, что, ну, если там какие-то непопулярные начинают меры, то необходимо нам начинать с себя, как с чиновников, да. И что было сделано? Вот как раз этим проектом 1 января, по-моему, 2016 года увеличено... Не срок выхода на пенсию, да, а увеличено срок, с которым начисляются доплаты за стаж госслужащим. То есть раньше в 60 лет начинали начисляться, и предельный срок занятия госслужбы был 60 лет, то сейчас увеличили до 65 лет. Что это означает? Это означает, что чиновники захлопали в ладоши, потому что есть возможность дольше находиться на месте на 5 лет. И только с 60 лет они получают пенсию по старости, с 65 лет они начинают получать... Доплату. Доплату, да, за выслугу лет, ну, то есть за стаж госслужбы. Причём её тоже увеличили с 15 до 20. Минфин в результате получил 5-летнюю срочку на определённое количество людей, находящихся на госслужбе. При этом люди-то, которые находятся на госслужбе, за счёт бюджета меньше получать не будут. Просто 5-летняя срочка по одной из составляющих частей. При этом, когда руководителя пенсионной службы спрашивают о том, что это первый шаг у нас на пути к тому, чтобы увеличить пенсионный фонд водороса для всех жителей, он от ответа уходит. Но мы должны с вами понимать. Сегодня, по-моему, тоже Дмитрий Анатольевич сказал, что повышение пенсионного возраста неизбежно. То есть нас ведут постепенно к тому, чтобы увеличить пенсионный возраст как минимум до 65 лет. Мужчинам до 60, у женщин. Соответственно, наряду с этим совершаются как раз такие действия, которые очень тяжело читать. Мне, человеку, более-менее профессионально разбирающемуся законами, очень тяжело понять некую логику и последовательность. Я уж не говорю про расчёт пенсии. Это вообще загадка за семью печатями. Потому что как эти баллы будут начисляться, как они будут переводиться. Эти методики, по-моему, вообще никто не видел. Нет, её видели, она даже опубликована. Там есть просто некоторое вкрапление, которое, знаете, как аксиома. То есть она логике не подлежит, она просто вот есть там, принадлежит, подлежит вот такой, и всё. Почему, зачем, непонятно. Ну, понятно, что это как бы составляющая существенно влияет на какое-то определённое количество. Хорошо, Миша, пенсионеры – это те люди, на которых сейчас стоит опубликовать? Пенсионеры на сегодняшний день в этом формате будут заграждать, так или иначе, возможность какого-либо социального лифта для молодёжи. В том числе, с точки зрения как раз там службы чиновнической, муниципальной и так далее. Вот это вот вывод, который, на мой взгляд, существует. Ну, вот Сергей Гущин, председатель СПК «Искры» и депутат ЗАГС «Собрания» Кировской области сказал, что проблема у нас не в пенсионерах, а нам надо на самом деле экономику развивать. Если мы сократим количество проверяющих структур на 90%, то тоже выручим те деньги, которые нужны пенсионерам. То есть тот же вопрос, на чём экономить будем? Вот, абсолютно согласен. Причём, ведь я не устою приводить статистику. 140 миллионов россиян, да, 38 из них пенсионер, 24 школьники и дошкольного возраста, 11 студенты, то есть всего уже получается где-то порядка... Сколько работающих? Есть ещё у нас структуры МВД, армия, есть бюджетники, то есть это врачи, учителя, ну, все, кто там, есть чиновники, там, да. Остаётся, собственно говоря, порядка 30 миллионов людей, которые вовлечены, ну, ещё безработных тоже уберём, да, то есть где-то порядка 30 миллионов, которые работают в... Активные, да, экономически активные. Ну, то есть работают в тех отраслях, которые производят, ну, что-либо, что можно потрогать, как бы, это самое, каким-то образом. Вот, из них ведь тоже у нас ещё есть, там, управленческий персонал, там, да. Итогу мы приходим к очень простому моменту, что вот людей-то, которые реально-то создают, там, добавленные стоимость, их очень-очень мало. И вот нужно увеличивать количество этих людей. А вот чтобы их увеличивать, это и приведёт к тому, чтобы увеличить, ну, как бы, привести к росту всю экономику. То есть, чтобы они могли больше производить, чтобы они могли больше потреблять, чтобы они могли лучше конкурировать со всеми остальными, там, странами, там, на всём мировом рынке. Чтобы они, чтобы их дети были более образованы, что ли, чем, там, другие. Ну, если это понимают все, там, образованные люди, почему вместо этого увеличивают всё-таки пенсионный возраст? Ну, потому что это проще. Потому что это ведёт к тому... Видите, у нас руководство планируется пятилетними сроками. К сожалению. То есть, пять-шесть лет. То есть, и дальше... Избирательными циклами. Избирательными циклами. И, к сожалению, вот это вот... И не отошли от социальной, как бы, сферы, да, и, с другой стороны, не перешли в капиталистическую экономику. И вот этот пятилетний срок, с точки зрения ответственности, он остался. В совокупности со множеством других элементов, как, там, госзакупки, там, и так далее, с размыванием ответственности. Оно автоматически приводит к тому, что нужно принять решение, которое, а, решив задачу математически, Б, ну, собственно говоря, у нас на руки терпеливы достаточно. То есть, мы примем решение потерпеть. Вот видите, как бы, там, начиная, там, с одного времени, там, постепенно, постепенно, выбрасываем, выбрасываем, выбрасываем. В конце мы смиримся. Можно было сделать проще. Отменить в свое время, там, ну, грубо говоря, для молодых пенсионный возраст, но при этом и денег с них не брать. Ну, то есть, хочешь получить больше денег, то есть, я плачу на сегодняшний день со своей зарплаты, по сути, 30%, которые могу получить. Вот как-то так. Миш, я на этом предлагаю закончить, потому что время у нас, к сожалению, вышло. К сожалению. Это было особое мнение Михаила Шевелева. Да, как всегда, быстро у нас закончилось время. Секретаря регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», предпринимателя, аудитора нашего постоянного спикера. Миша, я поздравляю тебя с наступающим день рождения «Эхо Москвы» в Кирове. В эту пятницу нам уже 5 лет. Мы вещаем и провоцируем на дискуссии 5 лет. Спасибо нашим спикерам за то, что вы есть. Спасибо за то, что к нам ходите. Делайте наши эфиры интересными. Спасибо, Юлия. И спасибо «Эхо Москвы». На самом деле, это лучшее радио, которое приятно слушать. Благодаря вам, в том числе. Да, всего доброго и до свидания.